Мы сейчас стоим между двух гор. Попова гора и Монасырская гора. Есть дали, да, горы? Ну, в обрамлении гор мы живем. Владимир Владимирович Путин в 2000 году приезжал. Я, конечно, была молодая. Я ему читала «Между горе залегло, в жигулях мое село». Это ведь стихотворение написал наш местный поэт Александр Абрамов Ширяевец. Вот его дом. Толпы туристов даже в будний день, в любую погоду. Они приезжают сюда снова и снова и каждый раз находят здесь, в одном из самых живописных уголков области, в селе Ширяево, что-то новое. Здесь действительно есть на что посмотреть. Почему Ширяево? Удобно добраться с детками. Дорога хорошая, что подняться можно. И, в принципе, очень красиво, детям интересно. Добраться до Ширяева из Самары легко. Часто ходят рейсовые переправы Москва с речного вокзала и поляны Фрунзы. 40 минут речной прогулки исходишь в самобытном месте, у которого есть своя история и культура. Уфологи называют Ширяевские земли одними из самых мифических в стране и даже мире. Причина, по мнению ученых, кроется в местоположении. Здесь стык тектонических плит. Верить в мистику или нет – это дело каждого. Но то, что горы вокруг просто заполонили чертополох, трава, отпугивающая злых духов, мать и мачеха и другие лечебные травы – это факт. Местные жители, которых здесь почти 500 человек, используют их не только в быту, но и пытаются на травах заработать. В основном, конечно, кукол с травой. Наши травы местные очень душистые. И в кукле, особенно в такой кубышке, здесь травяной сбор специальный, вот такой успокаивающий. Интересуются, берут. Ширяева издавна считается певучим. К народной песне здесь отношение особое. Поют все. Ширяева славится не только чарующей природой, но и вкусностями, выпечкой и самодельным квасом, чтобы сделать глоток которого, сюда слетаются туристы со всего мира. За сезон здесь успевают отдохнуть больше 10 тысяч человек, не считая тех, кто приезжает только на выходные. Сегодня здесь десятки гостиниц и гостевых домов. К 2024 году село ждет еще больше перемен. Здесь делают особую экономическую зону туристско-рекреационного типа с пешеходными дорожками и торговыми рядами вдоль Волги, рассказывают местные жители, которые с нетерпением ждут перемен. Мария Левина, Николай Епифанов, Василий Калдашов, Сергей Баскин. События. Субтитры создавал DimaTorzok